Здравствуйте! Мы приступаем к завершающей лекции курса. Мы с вами прошли долгий путь от истоков театральной культуры в России, которые своими корнями уходят в культуру народную, да и даже невозможно сказать, как глубоко залегают эти корни. Мы говорили в самом начале о скоморошестве и о синтетических формах театра. И завершим мы свой путь в рамках данного курса в середине 19 века следующей темой. Ивану Васильевичу Грозному еще с прошлой зимы, как видно, очень полюбилась сцена Александринского театра, и он с нее не сходит до сих пор. Это цитата, да, значит, как раз современника, собственно, этих событий, человека середины 19 века. Мы поговорим об исторической драматургии 1850-60-х годов и о любимом персонаже этого этапа развития русского театра, о Иване Грозном. Видите, у нас разные исторические персонажи, да, вот с разных сторон раскрывались в этом курсе. О каких-то исторических персонажах мы говорили, собственно, как о деятелях театра, да, например, об Алексее Михайловиче, о Петре Великом, о Екатерине, о Елизавете Петровне. О каких-то исторических персонажах, исторических фигурах мы говорили, как о, да, героях пьес, как о тех, кого драматурги выводили на сцену и, да, значит, делали, как бы осовременивали, да, и переносили, там, например, да, из 14 века в 19 и так далее. То есть разные исторические персонажи в разном статусе, так скажем, да, они в нашем курсе возникали. И теперь, собственно, такой один из важнейших, наверное, вообще персонажей российской истории, может быть, чем-то не случайно, да, чтобы как-то вот на такой сильной позиции мы заканчиваем этот курс, Иван Грозный. Собственно, опять мы задаемся вопросом, которым мы задавались в каждой лекции, обязательно у любого явления, у любого произведения, у любого сюжета есть некоторый контекст, да, почему вот это произведение, этот сюжет, этот герой возникают, выходят на первый план в определенное время, да, каждое произведение, оно не просто какой-то текст, да, вот, который лежит где-то там на полке в библиотеке, каждое произведение часть культуры, да, часть культуры определенного периода. И вот выстраивать эти ниточки взаимосвязей, да, например, между Пушкиным и Карамзиным, да, там, я не знаю, между Екатериной Великой и Сумароковым и так далее, да, вот выстраивать эти ниточки, как-то их рассматривать, это очень важный, как мне кажется, и такой ценный навык, который, в частности, да, я пыталась как-то вот представить в этих лекциях. Так вот, поэтому мы опять задаемся вопросом о контексте и о том, почему именно в определенное время определенный герой выходит на театральную сцену в прямом и переносном смысле, да, вот выходит на сцену, привлекает к себе внимание, да, там, и срывает аплодисменты. Почему в 1860-е годы на театральной сцене так много вообще исторической драматургии? Значит, то, что ее много, не хочу быть здесь голословной, да, и приведу несколько свидетельств современников, которые прямо подчеркивают, и тоже даже таком ироническом и даже юмористическом ключе о том, насколько много исторических сюжетов оказывается в драматургии 60-х. Поскольку речь в цитатах будет идти об Александринском театре, то вот давайте посмотрим, да, на этот театр, на открытки 1917 года, так просто, чтобы как-то освежить память образ этого театра. Итак, значит, вот как Вольф иронически это называется по поводу бума исторической драматургии 60-х годов 19 века. Кто-то сказал, что гимназистам незачем учить русскую историю, пусть где только сходят в Александринский театр и там увидят исторические картины всех эпох. Отдельно, среди, в общем, бума исторической драматургии, отдельное почему-то внимание, ну не почему-то, да, поговорим об этом, конечно, почему, привлекает именно фигура Ивана Грозного. Здесь приведут цитату 1868 года, да, цитату Котляревского, который оценивает репертуар все того же Александринского театра Петербургского, говорил так, как раз, да, его, собственно, цитата стала заглавной для этой лекции. Ивану Васильевичу еще с прошлой зимы, как видно, очень полюбилась сцена Александринского театра, и он с нее не сходит до сих пор. Он там нынче в большой моде, бегает, кричит, стучит палкой, всеми командует, как дома, то умирает, то опять воскресает, да, значит, в разных постановках, посвященных Грозному, и начинает заниматься амурными делами. Прошлого года порывались было туда, на сцену самозванцы, да, мы имеем в виду Дмитрия Самозванца, да, тоже, конечно, популярный в драматургии сюжет, однако Иван Васильевич их не допустил и остался полным хозяином. Да, значит, пишет об этом Котляревский. Собственно, почему Грозный? Мы можем, конечно, только выдвигать некоторые предположения, никто не писал, да, почему именно Иван Грозный оказывается главным персонажем этой исторической драмы и этого исторического бума. Но, конечно, какие-то варианты ответов, да, там дальше они на эту тему будут. Один из важнейших вопросов этого десятилетия, да, 60-х годов 19-го века, это вопрос, который до сих пор, наверное, очень волнует и современных деятелей, не только театр, но и кино, сериальные культуры, да, и так далее. Как нужно правильно, конечно, слово правильно здесь, ну, оно условно, да, как нужно правильно показывать историю. Понятно, что в 60-е годы, да, кинематографа еще не существует, первый киносеанс, да, в России, так же, как и везде, будет в 1896 году пройдет, да, значит, соответственно, не кино, конечно же, не телевидение, ничего подобного, но вот как правильно показывать вообще историю, да, это вопрос, как я и говорила, актуальный до сих пор тогда, как правильно показывать на театральной сцене, это, значит, да, любопытно. И есть несколько драматургов, которые по-разному отвечают на этот вопрос, задают какие-то такие оси, да, вот направляющие, а в дальнейшем, собственно, разные искусства, да, разные пересказы истории в художественной форме, сериалы, фильмы и так далее движутся, в общем, по какой-то, да, одной из этих осей, вот определенных тогда. Можно выделить некоторый подход, в ответе на вопрос, как правильно показывать историю, можно выделить некоторый подход археологический, так скажем, да, его представляет драматург, я думаю, ныне забытый, вряд ли кто-то из вас слышал об этом драматурге, подход археологический представляет Николай Александрович Чаев, он по профессии историк, археолог, но также и драматург, и литератор, вот, автор книги «Наша старина» по летописному и устному переизданию книги 1862 года, вот, поскольку он сам археолог, работает с историческими документами, он пытается и в драматургии, ну, как бы, показать, что историю нужно показывать максимально аутентично и подлинно, да, значит, в деталях, без каких бы то ни было изменений, да, то есть, ни в коем случае, например, он бы осудил Озерова, который помещает свою драму невесту, да, и жену у Дмитрия Тонского, так ни в коем случае нельзя быть, не должно быть, самое главное, это верность правде документа, и именно правдивой должна быть сценическая репрезентация. И, конечно, значит, этот самый наш драматург-историк Чаев, как и все, в тренде, пишет пьесу про Ивана Грозного, воплощая свою идею, да, значит, собственно, в своей пьесе. Грозный царь Иван Васильевич, называет он свою пьесу, определяет ее жанр, как народная песня в лицах, пытается стилизовать такой фольклорный, да, некоторый рассказ, вот, на слайде вы можете видеть такое предисловие, да, к этой пьесе, собственно, с орфографией и пунктуацией, да, вот этой самой середины 19 века, 60-х годов 19 века, вот, и здесь мы видим, что драматургу очень важно, чтобы каждое лицо и все события были построены и показаны исторически верно, да, значит, вот, что драматург опирается на исторические документы, на памятники, да, он пишет, только изображая Грозного, позволил себе пользоваться, как увидит читатель, письменными памятниками, то есть, в принципе, такая фольклорная стилизация, а там, собственно, описывая Грозного с, да, с историческими документами, и если вам хочется познакомиться немного с этим стилем, да, с вот этой архаической тенденцией, с тем, как в таком ракурсе и разрезе выглядит царь Иван Васильевич, можете остановить слайд и, да, значит, вот попытаться прочитать, да, как вы видите, это поэтическое произведение, собственно, как говорит, да, значит, вот Иван Васильевич здесь, вы видите, что здесь есть архаизмы, да, значит, непонятные нам слова, которые, наверное, потребуют от нас, там, обращения к словарям или, да, каким-то энциклопедиям историческим, вот, и так далее, то есть вот такая вот историческая, архивная, да, архивистская аутентичность, подлинность в истории, показывая историю на сцене, нельзя ни в коем случае врать против документов, однако, что такое правда, да, всегда ли историческая правда соответствует правде документа и, да, например, правде вот такой языковой, можем ли мы немного преобразив и даже исказив исторический сюжет, добавив, да, например, какие-то детали или немножко изменив хронологию, оказаться в итоге более правдивыми, чем, да, тот драматург, который пытается прям следовать букве документа. Возможно, да. И второй подход, да, который, собственно, выделяется в это время, в 60-е годы 19 века, это подход условно историко-психологический, который представлен драматургом, который, в отличие от предыдущего нашего героя, дошел до нашего времени, активно ставится на сцене современной, и я думаю, что, скорее всего, вам известен, что как бы свидетельствует о том, какой подход победил все-таки, да, правда документа или правда человеческих переживаний, правда искусства в своем роде. Это, конечно, Алексей Николаевич Толстой, автор, наверное, самого выдающегося произведения исторического этого периода, автор трилогии «Смерть Иоанна Грозного» 1865 год, царь Федор Иоаннович 1868 года и царь Борис 1870 года. Алексей Толстой очень много пишет о том, как нужно, на его взгляд, показывать историю, и настаивает на том, что поэт имеет право на свободу в исторических каких-то деталях. Единственная его правда, которая стоит над ним, единственный закон, который ему важен, закон правды чувств, правды человеческих переживаний, правды отношений. И ради вот этой правды можно пожертвовать правдой исторической, даже если мы пишем пьесу или показываем спектакль о реальном историческом персонаже. Толстой пишет, что поэт имеет только одну обязанность – быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили. Человеческая правда, вот его закон, исторической правдой он не связан. Укладывается она в его драму, тем лучше. Не укладывается, обходится без нее. И, конечно, тут интересно, да, это открытый вопрос для размышления, про вот эту границу свободы в художественной интерпретации, да, каких-то исторических сюжетов. До сих пор нам это ужасно интересно. Иногда какие-то, да, там, например, сериалы про исторических персонажей могут нас даже как-то вроде бы оскорблять, да, где вот эта граница, где можно и нельзя. А следующий аспект проблемы, на котором я хотела бы кратко остановиться, собственно, какие мы изображали в середине XIX века Ивана Грозного. И к каждому вот этому способу изображения я еще некоторый визуальный материал, да, подобрала, не только театральный. Вот картина Седова «Иван Грозный любуется на Василису Милентьевну», картина 1875 года. Здесь мы видим, да, значит, не грозного царя, убивающего своего сына, не дай бог, да, или там какого-то царя, выседающего на троне и грозно глядящего, да, значит, там, со скипретром и державой. Мы видим в некоторой такой интимной обстановке человека, да, явно в такого лирического, я бы даже сказала, героя, да, как-то вот испытывающего какие-то чувства, да, и, в общем, мы можем испытывать сострадание к этому персонажу на картине, он очень человечен. Да, это Иван Грозный, но это, вообще-то говоря, прежде всего человек, а не грозный царь. Один из драматургов, также современников Толстого, для своего времени важный и значимый, Дмитрий Аверкиев, который написал пьесу об Иване Грозном, которая называется «Слобода неволя» 1866 года, вот именно, значит, этой стратегией изображения Ивана Грозного пытался следовать, показать исторического персонажа человеком, да, вот не монархом, а человеком, человечность его, да, значит, Аверкиев пишет, мне хотелось нарисовать Грозного не как Иоанна-царя, а как Грозного-царя Ивана Васильевича, выводившего измену с святорусской земли, как человека, то есть, одной стороны, не как Грозного-царя, а как Грозного-царя по делу, да, выводившего измену, вообще-то говоря, с русской земли, то есть, он оправдан в пьесе Аверкиева, А с другой стороны, возвращаясь к картине, Аверкиев пишет, что ему хотелось показать Грозного как человека в его домашней обстановке, в его отношениях к слугам-опричникам и тем, кто любил, тем, кого любил он, для которых он был не царем, а Ваней, Ванюшей Белым Голубем. Конечно, очень сентиментально звучат эти слова про Ваню Ванюшу Белого Голубя, особенно применительно к Ивану Грозному, но тем не менее Аверкиев выбирает именно такую стратегию, я думаю тоже, что это очень какой-то дискуссионный, актуальный вопрос. Если мы, например, сегодня снимаем сериал про Ивана Грозного, Екатерину Великую или Павла Первого, имеем ли мы право, должны ли мы, хотим ли мы видеть человека в его домашней обстановке, и до какой степени, где эта грань между такой свободой искусства или нет никакой грани, то есть вот, пожалуйста, можно и Ванюшей Белым Голубем, если драматургу хочется. С другой стороны, конечно, Иван Грозный, и это так осмысляется и в середине 19 века, это символ жесткой власти, насильственной власти, и другие драматурги, значит, никакого Ванюшу Белого Голубя, конечно, показывать не хотят, а хотят показывать, да, такого тирана, и для визуализации этого образа я, конечно же, да, напоминаю вам картину Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный 1897 года», она позже, да, чем те источники, о которых мы говорим, но именно, да, вот он Грозный царь, его, конечно, Ванюшей Белым Голубем, как говорится, не назовешь. Вот этой традиции, да, некоторого разоблачения, вот этой тирании Грозного, да, там, какого-то приговора жестокой власти, этой линии придерживается как раз Алексей Толстой, да, значит, который создает, конечно, образ правителя и умного, и, да, в своем роде такого харизматичного, но очень страшного в своей жестокости, а главное, и в этом какой-то такой гуманистический пафос, да, Алексея Толстого как драматурга и в этом плане как историка, да, такого в художественной форме истории излагающего, что это же, Толстой пытается в своей трилогии показать, почему это, собственно, и трилогия, да, они одна пьеса, что Грозный и его жестокость, как и любая жестокость, всегда обречены на провал, что, да, каким бы сильным и жестоким и беспринципным ни был Иван Грозный, и как бы его ни боялись, все равно такая власть, такой тип власти обречен на то, чтобы закончиться и закончиться для самого героя трагически, да, Иван Грозный, собственно, первая часть, в смысле, одна из частей трилогии, да, значит, называется «Смерть Иоанна Грозного», и почему именно смерть, да, потому что Толстому хочется показать, что вот в этот самый момент смерти Грозный понимает, что ему некому передать свое царство, он был, он правил один, он был один, он не оставил после себя никакого наследника, и вот эта кровью, да, выстроенная какая-то страна вышкаленная, да, она сейчас просто куда-то провалится в бездну, потому что, да, ему, он ее никому не передает. И вот эта смерть кровавого режима неизбежная, да, она тут выступает на первый план. Сам Толстой писал, художник, играющий Иоанна в его пьесе «Смерть Иоанна Грозного», должен среди самых безумных проявлений этого характера давать просвечивать тем качествам, которые могли бы сделать из него великого человека, если бы они не были подавлены страстями, раболепством его окружающих и раннюю привычкой к неограниченной власти. Качества эти, глубокий государственный ум, неутомимая деятельность, необыкновенная энергия, страшная сила воли и полная искренность в убеждениях, да, то есть он мог бы быть чем-то прекрасным, но стал ужасным из-за раболепства окружающих и из-за неограниченной власти. Собственно, и, да, и вот этот вот трон на крови, да, в каком-то смысле, да, он обязательно рухнет, эту мысль последовательно проводит Толстой в своей трилогии. И в каком-то смысле, да, вот, наверное, оптимистично, что вот эта линия, линия Алексея Толстого, с одной стороны, связанная с психологической правдой, а не такой, может быть, скучной, да, такой правдой документа, а с другой стороны, линия, которая представляет все-таки, да, такое гуманистичное отношение к истории, и, ну, я имею в виду, да, только через призму истории утверждение гуманистических принципов, да, там, ценности свободы и так далее, что именно эта линия все-таки в исторической драматургии побеждает, и Толстого, помню, до сих пор, в отличие от, да, тех, кто хотел изобразить Ванюшу Белоголубя, да, или там как-то вот сидеть привязанным к документу и не испытывать свободы вообще. Свобода художественная и свобода, ну, в каком-то смысле, да, такая идеологическая. В общем, победили, Алексея Толстого ставят до сих пор, и вы можете, изучив репертуары, да, московских театров или там петербургских, или театров ваших городов найти пьесы Толстого, Алексея Толстого, да, эту историческую трилогию, и, может быть, да, познакомиться с какими-то постановками. В завершении курса я задам вам, да, какие-то финальные вопросы, связанные с сюжетами об Иване Грозном. Первый вопрос. Почему в 60-е годы 19 века в театре так возрос интерес к истории? Да, это вот такой вопрос, который позволит вам проверить, освоили ли вы вот эту вот стратегию и оптику, всегда иметь в виду контекст, да, то есть вот всегда искать ответ на вопрос, почему, да, то или иное произошло. И второй вопрос абсолютно на свободное рассуждение, поскольку темой свободы, да, закончили мы этот разговор. Чья позиция, да, вот такого историка, археолога и драматурга Нечаева или позиция Алексея Толстого кажется вам более убедительной? Да, и та, и другая была представлена на слайдах. Вы можете промотать назад и посмотреть еще внимательнее, да, там, что Нечаев писал о том, зачем и как он пишет пьесу об Иване Грозном, что говорил Толстой о своей трилогии. Что важнее на сцене для вас, как вам кажется, историческая достоверность и не только на сцене. Действительно мы можем расширить этот вопрос дальше, на телевидении, да, на киноэкране. Что важнее, историческая достоверность или психологическая глубина характеров персонажей. Нам будет особенно интересно услышать, прочитать ваши вопросы, ваши ответы, простите, на поставленные вопросы в комментариях. Это особенно ценно и важно, да, получить сейчас обратную связь, поскольку это некоторые завершения курса. Благодарю вас за внимание. И, да, надеюсь действительно увидеть ваши ответы, что какая-то монологическая форма в нашей цифровой среде перерастет в диалог. Большое спасибо.